Монохорд Для того, чтобы исследовать свойства музыкальных звуков, знаменитый древнегреческий мудрец и ученый Пифагор построил специальный музыкальный инструмент. У этого инструмента всего одна струна, и поэтому он называется монохордом. Струна нашего монохорда натянута с помощью груза, переброшенного через блок. Мы подобрали вес груза так, чтобы струна колебалась с частотой 200 раз в секунду. Проверим это с помощью программы Spectrum Lab. Мы видим пик на частоте 200 Гц. Подставим под струну кобылку, которую можно передвигать вдоль грифа. Посмотрим, что будет, если мы разделим струну ровно пополам. Частота увеличилась до 400 Гц. Ровно в два раза. Разделим струну на три равные части. Одна треть звучит на частоте 600 Гц. Это в три раза больше, чем частота целой струны. Две трети звучат на частоте 300 Гц. И вообще получается, что частота звука обратно пропорциональна длине струны. Во сколько раз мы укоротим струну, во столько же раз увеличится частота ее колебаний. Пифагор частоты измерять еще не мог. И все делал на слух. Поэтому свое открытие он сформулировал так. Если струну укоротить в два раза, она станет выше на октаву. А если взять четыре струны с одинаковым натяжением, так чтобы длины меньших струн составляли три четверти, две трети и одну вторую от длины большей струны, то звуки этих струн дадут прекрасную пифагорейскую гармонию. А теперь будем дергать струну не за середину, а за край. И посмотрим на ее спектр в более широком диапазоне частот. Вот пик на частоте 200 Гц. А еще мы видим пики на частотах 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400. Все они кратны частоте 200 Гц. Но это означает, что струна колеблется не только 200 раз в секунду, но также 400, 600 и 800 раз. Как же такое может быть? Дело в том, что на полной длине струны может укладываться не только одна полуволна, но также две, три, четыре и любое другое целое число полуволн. Одна полуволна колеблется на базовой частоте 200 Гц. На струне с двумя полуволнами имеется неподвижная точка, узел. Такое колебание называется второй гармоникой, и оно происходит на частоте 400 Гц. Третья гармоника с тремя полуволнами колеблется на утроенной частоте 600 Гц. Четвертая гармоника с четырьмя полуволнами на учетверенной частоте 800 Гц. И так далее. КОНЕЦ